Никто не говорит, что демократии на Западе нет проблем. Идеально демократии не бывает. И демократии надо учиться всем и всегда, в том числе и Западу. Мы помним, как еще десятилетия назад страны западной демократии говорили ужасные вещи. Может быть, это и сейчас продолжается, скажем так, но уже не в таких промышленных масштабах, как был тоже Вьетнам и так далее. Демократия, она очень несовершенна, и всем и всегда надо ей учиться. Но как учиться демократии, когда демократии нет? Это вот проблема. Как белорусам научиться демократии, когда у нас нет демократии? Но я напомню, что в демократии учиться надо, чтобы были ее институты. Это честные выборы, разделение властей, свободное приезд, права человека, гражданское общество. У нас НЖО зарегистрировать я не знаю, за 20 лет ни одной партии там несколько там, в самом деле, НЖО независимых от власти зарегистрировали. Как учиться демократии? Но я думаю, что, конечно, любой народ проходит какие-то ошибки допускает на пути построения демократии. Но через них надо пройти. И чем позже мы начинаем учиться, тем больше эти ошибки нам наукнутся, тем больше мы отстанем от всего мира. Институты. Институты. Надо строить институты. Когда начинали мы строить, простым людям кажется хаосом, потому что там, в самом деле, много хаоса и беспорядка, и так далее. Но если мы не построим институты, что будет? Я об этом расскажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова